приветствую вас друзья сегодня мы с вами находимся на одной из малых рек чем на земле где основным объектом нашей ловли будет жерех поэтому я предлагаю вам отправиться со мной в эту авантюру буквально в нескольких метрах за моей спиной находится первый перекат на котором мы и начнем собственно нашу сегодняшнюю ловлю давайте наш первый заброс он всегда такой волнительный но некоторые хотя его боятся именно поимку на первом как раз забросе это суверные люди которые верят приметы я же на самом деле в это не верю клюнуло классно не клюнул он значит люди потом ну ладно это как бы все лирика я думаю собственно почему мы решили уделить время сегодня жереху у нас ранние весна это я считаю одно из самых лучших пожалуй время именно для ловли шелеспера так народе его еще называют у жереха совсем скоро начнется нерест и вот это преднерестовая тема когда он собирается в большие стаи и действительно с одного места с одной локации можно снимать по нескольку рыб летом такое невозможно поэтому вот ранняя весна лично у меня ассоциируется это вот с жерехом это сейчас вот за моей спиной как раз тот самый перекат которым я говорил немножко раньше можно даже видеть здесь отбойная большая идет струя такая мощная но как правило рыба там не очень любит стоять именно в самой струи она туда уходит после того как мы поймали она у нас на крючке и вот это единственный шанс уйти скрыться от нас уйти в струю и там стать и сопротивляться как правило рыба обычно стоит где-то на выходе из переката из этого самой струи где идет небольшое расширение и как правило это мелководные участки это не глубина потому что жерех он перед нерестом он выходит из ям занимает более такие мелководные участки поэтому это первым делом на что надо обращать в поиске потенциального места стоянки этой рыбы желательно чтобы грунт на дне был твердый если это будет каменистый какой-то вообще классно микрорельеф вообще замечательно ну и плюс рядом любом случае должна быть та яма из которого он выходит на перекаты выходит стаями то здесь сразу можно видеть вот перекат и вот такой вот прогон с классной глубиной вот как раз именно оттуда он выходит вот сюда что давайте сейчас пройдем немножко я уже вижу там небольшой такой интересный местечко где можно встать и качественно облавливать перекат есть 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 вот эта рыба вот 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 это уже он друзья вы посмотрите что делает осторожненько мне очень не хочется идти вниз по течению там стоит рыба в любом случае который не напугана поэтому будем не спеша выкачивать этого парня ну покажись кто ты я почему-то думаю что это жерех потому что очень была резкая такая поклевка ну да 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 это жерешок это жерешок хоть вода мутновато но я все равно увижу он поднимается наверх да 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 может чуть за килограммчик иди сюда иди сюда красавец ну да за килограммчик я думаю даже где-то около полутора смотрите это друзья первая наша с вами настоящая рыба ничего другом спасибо тебе по своей натуре жерех очень осторожная рыба но я не могу утверждать на сто процентов что ранней весной он ведет себя именно вот так осторожно как летом потому что чаще всего у нас есть такой стереотип что жереха надо ловить с дальней дистанции рыба которая держит тебя на расстоянии и как правило вот именно хороший дальний заброс это в приоритете но опять же это так что касается летом весной же это рыба способна подпускать именно вас на дистанцию заброса небольшой маленькой приманки которая как правило там летит не знаю там 20 чуть больше метров и зачастую поклевки случаются вообще под берегом поэтому мой вам совет не старайтесь делать слишком дальний первый заброс попробуйте обловить ближнюю дистанцию если вы сразу начнете ловить с дистанции и у вас там произойдет поклевка рыбу который вы будете уже форсировать вываживать она тем самым просто напугает ту которая стоит рядом только стоит камеру выключить ух ты иди сюда ух ты тоже нормально такая мама где там хорош такой мы немножко поменяли локацию ушли с мелководного переката и перешли на такой вот участок со средним течением но однако все равно есть быстринки под противоположным берегом которые можно видеть здесь немножко поглубже попробуем что здесь друзья у нас появилось несколько минут свободного времени мы немножко оторвемся вот самого процесса ловли и поговорим вот на какую тему именно о проводках а подачи приманок ведь от того как вы правильно забросите проведете я думаю не мне вам говорить зависит очень много так вот наверное самая такая вот распространенная проводка я бы сказал даже подача заброс давайте так вот это все суммируем это вниз по течению под 45 градусов вот такая вот наверно классика в стримовой ловле то есть мы вот становимся вот так вот мы видим перед собой берег берем немножко левее в данном случае потому что у нас течение идет справа налево и примерно где-то знаете его чтобы был такой вот более понятный ориентир это часов наверное где-то на 10 10 11 заброс вниз по течению то есть мы забросили и вот именно вся фишка мне кажется здесь в проводке потому что мы с вами знаем что же ли хоть такая вот именно быстрая рыба которая любит когда вот мы очень быстро там вращаем катушку нас приманка быстро там телепается где-то вот такая вот скоростная подача эта тема очень хорошо работает но летом летом да вот здесь спорить не буду именно жерех любит когда наша приманка именно находится в потоке и движется с немоверной скоростью весной ранней весной все-таки подачи должна быть немножко другая более плавно это давайте вам сейчас покажу опять же заброс под 45 градусов приманка упала у нас данном случае воблер тонущий но про приманки я думаю чуть попозже поговорим то есть и вся проводка именно такая вот плавная то здесь нет какого-то агрессивного быстрого твичинга все-таки плавные две-три протяжки можно с небольшой отдачи пауза немножко отдали две-три протяжки отдали паузы чаще всего именно вот во время паузы и происходит поклевка давайте еще раз покажу опять же заброс вниз по течению приманка упала и все две-три протяжки отдачи также можно выполнять забросы под прямым углом это там перед собой и все та же проводка но с другой стороны это как вы знаете это мне нравится такая подача я в нее верю вы можете там подобрать какую три-четыре-пять там оборотов паузу то здесь эксперимент эксперимента еще раз эксперименты одно могу сказать наверное с уверенностью жерех не любит когда по крайней мере на моей практике я не припомню чтобы он клевал именно об стриме именно забраться вашу приманку вверх по течению как тот не очень-очень это более знаете в головлю эта тема классно зайдет жереха немножко все не так просто он уже вот рядышком я думаю небольшой если было бы рыбка покрупнее скорее всего мы бы за ним побежали он пошел бы в одну из двух проток вот он стоит струя здесь главное не форсировать я думаю он засекся неплохо потому что поклевка была уверенная пусть походит походит мы не спешим а а это он уже характер свой показывает вон он сплыл но дождались моего дождались именно вечернего выхода не знаю выход ли это или это просто совпадение ну сам факт да это жерех это жерех да небольшой но все равно все равно приятно все равно такой желанный долгожданный иди сюда друга не хочется воду заходи потому что поклевка произошла недалеко от берега а тем более сейчас такое время как ранее весна и он стоит небольшими стайками но все я ошибался я говорю что он небольшой а в этой рыбке я думаю ну полторашка я уверенная даже наверное двушка ладно давайте мы его аккуратненько хотя видите о чем я говорил принципе уверенная поклевка была и рыба надежно сидела здесь просто не надо было форсировать если бы мы форсировали здесь у нас было два варианта либо рыба просто нам оборвала леску либо сама травмировалась раз ну чересчур сильного себе порвала бы те же губы я конечно не ветеринар ну поверь делаю это не первый раз и 1 2 2 бам готова я думаю фоткаться мы не будем давай ну позовешь кого-нибудь побольше люб хотя бы таких же спиток я доволен и тебе что понравилось что ты же так стартанул борза вы же видели каком борза ушел до но вернулся о ну все теперь точно вон-вон-вон пошел теперь точно ребят я думаю настало время поговорить нам с вами о выборе удилища для ловли жереха в условиях малых рек весенний период в этот раз я использую спиннинг норстрим аватар 732 модель с тестом 312 почему именно мой выбор пал на это удилище ну во первых как бы длина и тест вы не смотрите на то что спиннинг до 12 грамм и многие скажут макс ты что пошел с такой удочкой на такую рыбу которая сильная мощная некоторые используют спиннинги там до 30 а то до 40 грамм для ловли опять же жереха но не друзья могу так сказать весной эта рыба не такая сильная да она может дать бой она может вам подарить те эмоции как раз именно когда вы ловите на легкие удочки что же касается длины это оптимально я вижу ну где-то 220 это я думаю будет золотая середина длиннее наверное не нужно ну и короче тоже все таки для более лучшего контроля за приманкой все-таки когда удочка немножко у вас по длине и контроль более четкий поэтому давайте если вот так вот подытожим спиннинг 220 ну там плюс-минус пару сантиметров это на ваш выбор ну и тестами я считаю оптимально это где-то до 12 грамм шнур здесь я могу так сказать от 0 6 до 0 8 вот это будет как бы оптимально и буквально несколько слов о приманка которые чаще всего я применяю при ловле весеннего жереха в основном это вобблеры классы минус от 45 миллиметров до 70 максимум по сути в это время жерех очень активно себя ведет и ловить его можно абсолютно на разные приманки будь то какие-то колеблющиеся вращающие блесны этот период активности весеннего жереха он очень короткий он длится всего пять максимум семь дней это не то время для экспериментов это то время когда надо ловить и получать от этого просто колоссальное удовольствие поэтому чаще всего я применяю опять же вобберы мину и по степени плавучести это обязательно тонущие без них просто можно не выходить на воду тонущие модели это вот те приманки которые должны быть и их должно быть действительно много потому что ну потери они случаются и реже но все равно опять же они должны быть повторюсь в обе раз нейтральной плавучести то есть суспендеры которые применяются чаще всего на мелководных плюсах с не сильным таким течением и 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 ну что друзья думаю настало время подводить итоги сегодняшнего дня рыбалка действительно у нас получилось трудовой погода постоянно испытывал нас проверяла на прочность то солнце то дождь холод но все равно свою рыбу мы поймали в любом случае мы получили тот заряд бодрости того адреналина который подарил нам жерех со своим поклевками своими своим вываживанием своим таким напором ну в общем я пошел мне еще предстоит долгая дорога домой а вам удачи